всем привет сегодня разбор планировки трехкомнатной для семьи из шести человек к слову сказать для этой же самой семьи совершенно недавно я делал абсолютно похожий разбор и тоже трехкомнатной квартиры и все понравилось но пока мы собирались время прошло пока я нарисовал пока клиент подумал туда-сюда в общем квартира выросла в цене и поэтому стала недоступной для приобретения отсюда вывод друзья не надо тянуть кота за хвост сразу приходим ко мне заказываем планировку получаем идеальный результат и убеждаемся в том что это та квартира которая вам необходима квартира мечты вот так друзья ставьте лайк подписывайтесь на канал прежде чем мы приступим к детальному разбору ну а я начинаю давайте посмотрим на то что у нас есть от застройщика есть три спальни раз два три есть общее пространство это кухня гостиная прекрасно аж целых 25 квадратных метров при которой есть кладовка это вообще подарок я считаю для большой семьи потому что много запасов приходится хранить и есть малюсенькая прихожая посмотрите с каким микроскопическим шкафом я даже не представляю как сюда влезут абсолютно все вещи нашей дорогой семье мне кажется что ботинки то даже всех сюда не поместится поэтому сейчас будем исправлять эту ситуацию очень маленькие санузлы 1 3 метра 2 3 9 метра это прямо очень очень по нынешним меркам маловато при всем при этом в одном санузле стоит стиральная машина и еще из минусов которые я хотел бы отметить это странной конфигурации кухня гостиная при этом кухня стоит в нише там где нету никакого освещения там будет постоянно темно и сам по себе кухонный гарнитур очень маленький а хозяйка мечтает об острове почему потому что вокруг острова можно собраться с семьей вместе готовить да и вообще на острове удобнее расположиться чем просто стоять лицом в стену на обыкновенной кухне вот такие дела друзья ну я уж молчу о том значит расположение как стоит диван в углу как там сидеть смотреть под углом телевизор куда тот который в стороне где-то стоит вообще не понятно как в общем опять как обычно застройщика мы получаем не пойми что но есть спасение есть такой чудо дизайнер как иван безруков то есть я вот сейчас вам покажу вариант классный который прямо вот рвет все шаблоны может быть и вам пригодится в общем первое я увеличиваю прихожую и ставлю туда огромный шкаф для этого мне потребовалось сместить одну стену раньше она стояла вот видите где я ее смещаю внутри комнаты и за счет этого смещения получаю нишу глубиной 60 сантиметров и ставлю туда шкаф этот шкаф большой 3 метра это уже вот понимаете это это вот уже хранение там вот уже можно разместить вещи при этом есть большой комод это очень важно потому что нужно куда-то шапки шарфики варежки там носки не знаю там что там еще шарфы детям хранить сумки там авоськи вручить бутерброды в школу чтобы они с ними пошли ключи там сложить опять таки же есть конечно же пуфик ну и самое главное самое главное прихожая стала большой конечно надо отметить что сохраняется небольшой минус через прихожую нам придется ходить туда-сюда обратно поэтому почаще придется убирать это пространство но а что делать по-другому никак никак по-другому следующее это кухня гостиная в кухне гостиной первое что я сделал это снес к чертовой матери кладовку не нужна нам такая кладовка которая четыре с половиной метра квадратных жирает хотя это и очень очень удобно соглашусь соглашусь это удобно но в угоду кухонного острова правильного расположения мебели я отказался от кладовки что получается за место кладовки я ставлю кухонный гарнитур вот он стоит раз вот сюда заворачивается он 2 и там где он завернулся это холодильник морозильник но и хранение а напротив наш остров за которым все так любят готовить собираться с семьей стоя за этим островом и готовим на нем мы смотрим туда в зал где стоит диван вот он наш диванчик с диванчиком и смотрим телевизора а соответственно с острова тоже диван надо сказать большой прямо вот огромный он тут на два с половиной метра шириной плюс кресло стоит плюс пуфик можно притащить или кресло мешок из детской комнаты об этом об этой комнате попозже ну и конечно огромный стол круглый на шесть человек стол диаметр метр тридцать представляете какой-то размер но это прям такой вот это вот стол стол здесь с комфортом 6 человек размещается при необходимости еще двое-трое подсядут без всяких проблем почему круглый потому что вокруг него проще всего ходить во вторых он вписывается в это пространство идеально в третьих он встает прямо идеально вот видите вот на эту ось а это очень важно правильно по осям симметрично расставить мебель все это здесь складывается ну и теперь кладовка так как кладовку я снес то взамен нее я ставлю шкаф внутри которого я помещаю стиральную машину сушильную машину оставляю один отсек для уборочного инвентаря один отсек под различную химию под корзину с бельем грязным и еще остается куча места под всякое разнообразное хранение до кладовки у нас нет но есть большой вместительный шкаф это позволило поставить кухню с островом правильно расположить мягкую зону поставить отличный большой круглый стол и еще получить большое свободное пространство где дети могут бегать носиться играть и никто друг от друга запоминать запинаться не будет вот такое удобное пространство рядом с этой кухней гостиной находится малая гостиная это детская гостиная в которой все четверо детей могут собраться играть постепенно переползая в зал мама конечно будет расстраиваться потом ходить ногами запинывать игрушки обратно в эту комнату закрывать двери ну и классно все игрушки пусть там валяются дети сами разберутся а здесь у нас порядок хорошо дети шуметь начали раз их за двери туда двери закрыли все дети там сами занимаются хотим так сказать пообщаться объединиться двери раскрыли дети перетекают в общее пространство очень удобно а детские праздники проводить так это вообще песня то есть туда-сюда перетекаем плавно что в этой комнате удобного то что есть общие столы для занятия уроками чтения чего угодно есть маленький стол для малышей где они могут рисовать лепить красить конструкторы творчество и все такое прочее есть лазилки вдоль стены есть огромный стеллаж вдоль другой стены а это значит что все книги какие-то ящики с игрушками в общем много всего мы можем расположить и хранить внутри этого стеллажа есть конечно же кресло мешок можно еще один добавить при желании который можно таскать туда-сюда обратно но например в мягкую зону в гостиную и там удобно всей семье располагаться в общем вот такое вот удобное перетекающее пространство при этом у детей есть своя собственная спальня но она сделана по принципу знаете такая как аля в детском садике спальня ну то есть все вместе спим в одной комнате логика здесь какая что когда мы спим дети когда спят то есть собственно говоря но мы в темноте спокойствие а значит в принципе можем находиться в общей комнате потому что друг другу не мешаем вот здесь у каждого у каждой пары своя двухъярусная кровать на каждой кровати хочется предусмотреть какие-то шторки кровати сделать поглубже внутри этой кроватки какие-то полочки чтобы можно было любимые игрушки положить своя подсветочка чтобы можно было книжечки почитать получается это такой домик в домике то есть вот в этой комнате у каждого ребенка есть свой небольшой собственный домик в который он может залезть закрыться уединиться и там уютно себя чувствовать как птичка в гнездышке вот такая вот история конечно здесь есть большие шкафы для хранения вещей вещей естественно будет много детей-то много вот таким образом располагаем детей если бы мы комнаты поделили двое в одной двое в другой получается что все равно ни у кого личного уединения нету но просто по той причине что двое в одной комнате то есть так или иначе один другому будет мешать поэтому двое в комнате четверо в комнате в общем то большой разницы уже нет но при таком раскладе получается совершенно другой сценарий другое проживание но вот смотрите например все дети бесятся один хочет отдыхать соответственно один ушел к себе в спальню там он спит отдыхает а другие дети просто бесятся в той в общей комнате ну и класс пусть бесятся потом пошли тихонечко легли спать понимаете да ну или например младшие дети ложатся пораньше они легли а старшие там занимаются уроками или там смотрят мультики музыку слушают с друзьями общаются такое тоже может быть в третьих старшие дети могут читать книги для младших это же как удобно детей туда отправил они друг с другом возятся родители своими делами занимаются в общем рассмотрите такой вариант очень неплохой получается я вам скажу люди между прочим веками так жили так что чё стесняться то все нормально напишите в комментариях что вы думаете поэтому разделили бы вы так детей или по старинке подвое в каждую комнату а может быть для каждого свою комнату родители вообще из спальни выгнать и все пусть вон диван раскладывают в гостиной пишите в комментариях как бы вы сделали а я перехожу в спальню родителей спальню родителей я тоже немножечко видоизменил и сделал мастер спальню раньше видите какая она была прямоугольник в которой мы попадаем из коридора входа в душевую нет да и душевая три метра это маловато а я ее взял и увеличил добавил сюда вот так вот стеночки вот видите что получилось и в это углубление разместил душевую кабину теперь когда мы заходим в эту комнату то у нас есть большая просторная душевая есть раковина есть унитаз и даже есть какую-то этажерочку место поставить красоту полезности всякие на нее разложить это очень удобно хранение в спальне организовано очень интересно вокруг кровати вместо тумбочек стоят шкафы справа и слева по шкафу условно мужской и женский ну и конечно над изголовьем между шкафами можно добавить антресоли залазить в который можно залез запрыгнув на кровать ну а что делать когда места не хватает приходится изгаляться ну вот разные примеры есть таких вариантов то есть можно минималистично можно в классическом стиле то есть как угодно таких вариантов полно можно посмотреть в пинтерест но как решение очень и очень удобная у нас остается ванная комната в которой классе по классике так сказать расположилась ванная 2 раковины но детей-то много поэтому по парам можно ходить и умываться но и унитаз разумеется обратите внимание здесь нет никакой стиральной машины я категорически против стиральных машин ванных комнат стиральная машина убрана в кладовку шкаф которая располагается в общей кухне гостиной кстати говоря почему еще в кухне гостиной потому что пускай она там шумит а в спальне и и будет не слышно вот такие дела друзья вот такая необычная планировка вот такой так сказать такая интерпретация того что как делали в прошлом как располагались люди в одной комнате и в ней жили вот такой взгляд современности на то как это так сказать в нашем 21 веке можно оформить друзья ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать уведомления и всем пока да прибудет с вами муза